Всем привет! Меня зовут Алексей. Я представляю студию Great Simple. Последние пять месяцев мы занимаемся исключительно тем, что продаем ее киты. Также мы сейчас планируем делать разные другие продукты. Все это продукты для дизайнеров, разработчиков, какие-то инструменты, которые помогают в работе. Начну я, пожалуй, с небольшой истории, как мы вообще до этого докатились, про нашу студию. Мы находимся в Новосибирске, существуем уже три года. И раньше мы делали в основном дизайн для стартапов, для digital media, различных журналов, блогов. И год назад я видел два развития для нашей студии. Надо понимать, что это локальная студия, и у локальной студии, к правилу, есть два варианта. Это либо очень медленный рост. Медленный он, потому что, когда вы делаете большие, очень длинные проекты, а так как мы работали в основном стартапами, это были проекты, там могли длиться по несколько месяцев, а то и по вы просто не можете платить зарплату и так далее. Я думаю, что какие-то маленькие студии понимают, о чем я говорю. И существует второй вариант, по которому идут небольшие студии в таких городах, в Новосибирске частности, много таких. Они становятся продакшн-агентствами и делают собственно продакшн для больших агентств московских. И здесь понятные проблемы, которые заключаются в том, что вы не делаете какой-то креатив, вы по сути являетесь такими, делать очень второстепенные задачи, потоковые и очень много. Но при этом вы здесь имеете полную финансовую стабильность, то есть получаете какие-то там фиксированные суммы и все хорошо и замечательно. Минус в том, что у вас не выполняется портфолио, все эти проекты делаются под NDA и как студия, как бренд студии очень тяжело развиваться. Поэтому мы думали как вот собственно по какому варианту пойти или придумать какой-то третий. Мы решили совместить какие-то вот лучшие, то есть мы понимали, что мы хотим развиваться как дизайнеры, мы хотим делать классные проекты, мы хотим выкладывать их в портфолио, постить на Dribbble, на Behance и при этом нам бы хотелось какой-то финансовой стабильности. В то время года наверное, последние два года многие замечают, что есть сейчас такой тренд на Dribbble очень популярен, это что разные дизайнеры выкладывают бесплатные UI-киты. UI-киты это такой набор каких-то элементов, то есть UI-элементы, где может быть нарисована какая-нибудь кнопочка, какой-нибудь там input. Очень часто дизайнеры на Dribbble выкладывают какой-нибудь шотик, там просто такой информационный блок с погодой. Вот не знаю почему с погодой, но очень часто именно погоду отображают. Это такие небольшие наборы, на них, как правило, тренируются начинающие дизайнеры. Это, в принципе, хорошая вещь для того, чтобы попробовать что-то новое, прокачаться, выложить на Dribbble, тебе там лайки поставят, напишут комментарии какие-то и ты, собственно, прокачиваешься. Но это все такое, больше какое-то хобби, да, и больше какая-то второстепенная вещь. В то же время обратил внимание, что существует две компании, которые начали делать это серьезно и превратили это в полноценный продукт. Первая компания это Creative Dash, это ребята из Калифорнии, вы, может быть, их знаете, потому что они являются number one на Dribbble категории команды, у них 50 тысяч фолловеров. У них есть свой проект, называется UI8.net, там они продают большие UI-киты, которые позволяют сэкономить время при прототипировании. Есть еще вторая команда, называется Design Mode, это русские ребята, которые переехали в Нью-Йорк четыре года назад и сейчас они занимаются также разными продуктами. Вы, наверное, может быть, видели на Behance, Вова Кудинов, его проекты. Они вот сейчас делают очень много таких инструментов для дизайнеров. Появилось желание сделать что-то подобное и вообще посмотреть, насколько это будет востребовано, сколько такой продукт. У меня, когда я начинаю работать над дизайном, я всегда начинаю, когда стилистику прорабатываю, у меня очень много есть таких заготовок, которые включают в себя заголовок, лид, пачка текста и какая-то рубрика, картинка, то есть такой маленький блок. То есть на нем я, как правило, придумываю стилистику, подбираю шифты, размеры и потом дальше это уже распространяю на весь дизайн. У меня валялось много таких всяких зарисовок. Я попробовал из одной из таких сделать какой-то небольшой UI-кит. Было желание сделать его действительно полезным. Я сейчас открою, собственно, первые попытки в этом направлении. Вот, выглядело это как-то так. У меня очень много было таких всяких набросков, где просто блок, там какой-то заголовок, подпись и так далее. Ну вот такие стилистические наброски. Вот я из них набросал побольше, сделал такой небольшой UI-кит год назад. Выкинул его просто презентацию на Behance, закинул на Gumroad, то есть такой сервис для оплаты. И к моему великому удивлению за месяц он продался на полторы тысячи долларов, при том, что там работа этой была, не знаю, может недели две я его делал. Ну я просто очень много это тупил, очень думал, как это сделать, поэтому на самом деле даже можно было быстрее. И в этот момент я подумал, что на этом действительно можно зарабатывать, можно делать какие-то интересные штуки, которые нравятся тебе, самореализовываться, пополнять портфолио на Behance, делать классные проекты и еще при этом зарабатывать. Полторы тысячи долларов, конечно, это небольшая сумма, но для одного дизайнера, который я сделал, и трафик был всего лишь столько с Behance, мне показалось, что это возможно какой-то может быть из этого рост. Дальше я подготовился серьезно и начал делать большой кит, который назвал Байкал. Мы ребята из Сибири, поэтому решил пропагандировать Сибирь. Сейчас я его покажу. Его мы уже делали порядка месяца и он включает в себя 130 компонентов. эти компоненты разбиты на семь категорий. Каждая категория и коммерс. И вот как раз мы видим две карточки товара, всякие меню, навигация и все подобное. На каждый блок есть несколько вариаций. При этом все эти блоки связаны между собой. То есть по сетке мы можем представлять местами и собирать полноценный сайт. Я специально в этом ките еще есть сэмплы, которые показывают, как собственно можно, что можно на основе этого собрать. То есть берем какие-то компоненты, берем, есть категория хедеры, мы берем хедер, дальше мы берем там товар, берем навигацию, все это меняем и вот у нас получается там готовый шаблон. Это вот собственно категории. Вот например категория блок. Разные варианты отображения постов. Все это можно различным образом переменять местами и собрать собственный дизайн. То есть это инструмент, который позволяет вам буквально несколько часов сделать собственный дизайн под свои собственные нужды. У нас мы уже получаем некоторый фидбэк, кто как это использует. Например, недавно мне написал один товарищ и говорит, вот у нас дизайн студия в Москве, у нас там был клиент, значит дизайнер делал там проект для него, две недели потратил, отправил клиенту, клиенту не понравилось, а он сам руководитель проектов. Он говорит, я скачал этот байкал, значит, собрал компоненты, что-то поменял, что-то там добавил и так далее, потратил на это три часа, отправил клиенту и он сразу же принял это с первого раза. То есть это идеальный вариант для меня то, как это можно использовать, то, как это можно работать. Мне за эти последние пять месяцев, когда мы начали этим заниматься, пишут, наверное, через день с одним вопросом. Пишут в основном русские, хотя продаемся мы только на западном рынке. Вопрос такой, чуваки, сколько вы зарабатываете? Это волнует исключительно русских и есть такое предубеждение, видимо, что на китах много не заработаешь. Это такая какая-то очень… Ну то есть из этих бесплатных китов есть такое мнение, что это очень продукты, которые никому не нужны, непонятно, что с ними делать и так далее. Ну вот, когда мы начали это разрабатывать, мы поняли, что востребованность достаточно большая. Вот, например, я решил сегодня озвучить пару цифр для тех, кто хочет этим заниматься и хочет продолжать делать. Вот Байкал за пять месяцев продался на один миллион рублей. Спасибо. С чем, собственно, обусловлена эта цифра? Она может быть небольшая, но время, которое мы на него потратили, тоже достаточно небольшое. В чем обусловлен успех? Ну то есть понятно, что это удобная штука, и так там можно пользоваться. А откуда, собственно, мы берем трафик? То есть где мы это продаем? Когда я начал это делать, и первый, собственно, Yoakita продал только на Behance. То есть у меня была красивая презентация на Behance, и люди приходили, нажимали на ссылочку купить, и вот, собственно, все это продавалось. Когда я начал разрабатывать Байкал, я начал постить шоты на Dribble, и буквально с разницей несколько дней мне написали вот эти все ребята, про которые я говорил. Это Creative Dash компания и Design Mode. Они сказали, чувак, классная штука, значит, давай мы будем продавать их у себя. А у них огромный трафик, огромная аудитория, и тогда появилось несколько вот площадок. Собственно, UI8 и Design Mode недавно открыли свой marketplace. Я его сейчас вам покажу. Может быть, видели этот проект на Behance. Это вот marketplace, где продаются разные UI-киты, макапы, иконки от дизайнеров. То есть кто угодно из вас занимается UI-дизайном, может сделать свой UI-кит или иконки, сет иконок, макапы и так далее, и написать ребятам, и они без проблем будут вас продавать. Более того, они сказали, чтобы я к этому вас, собственно, и призывал. Они ждут новые хорошие продукты и готовы сотрудничать. Самое интересное, что вот на этом сайте сейчас большинство это русские продаются. Это наш последний продукт. вот макапы Руслан Латыпов тоже из Москвы. Это вот, собственно, наш Байкал. Сейчас еще вкратце покажу наш последний продукт, который мы выпустили недавно. Это UI-кит мобильный. Здесь мы сделали 126 экранов, он включает в себя два формата Photoshop и Sketch. Разбито все это на семь категорий. Вот сейчас категории пойдут. Reader, sign up, филлсрум, меню. Используем Google Fonts. И вот, собственно, пошли экраны. То есть у нас есть в каждой категории, в каждой категории есть куча layout. Все они стилистически одинаковые, все они подобраны так, что вы можете поменять местами. Взять один экран, дальше следующий взять другой. Потом вы можете взять, например, каком-нибудь InVision, забить это все и сделать интерактивный прототип, который вы можете потестировать на телефоне, нажимать, потыкать и так далее. То есть для человека, который хочет сделать свой стартап, хочет сделать свое приложение, это идеальный инструмент для того, чтобы в кратчайший срок иметь готовый работающий прототип, чтобы не заморачиваться на дизайн. То есть условному разработчику можно купить этот инструмент и сделать какой-то прототип, например, на InVision и посмотреть, как это все работает и легко заменить. Соответственно, все исходники они в фотошопе и скетче. Там все супер аккуратно, упорядочно, какая-то кастомизация каждого экрана очень легко делается, поэтому вы можете использовать это также для разработки своего собственного дизайна, использовать как такую основу для создания чего-то нового. Вот сейчас я просто пролистаю, собственно, чтобы масштаб был понятен этой работы. Вот такая вот огромная презентация. почему, собственно, я призываю UI-дизайнеров хоть один какой-нибудь UI-кит сделать и вообще попробовать себя в этом? В чем я вижу плюсы? Во-первых, вы очень много можете постить в Dribbble, потому что большой объем работы. Вы можете сами себе заказчик, то есть вы можете делать что угодно, пробовать какие-то новые тренды, но в дизайне, который вам не удавалось реализовать на каком-то проекте заказчика, прокачивать Behance, постить классные презентации и упорядочивать структуру, продумывать, что это за продукт, кто его будет покупать, как он должен быть устроен и то есть проводить большую работу. Плюс я забыл, что я хотел сказать. Плюс самое главное, что здесь вы не зависите от… Извиняюсь, я волнуюсь, поэтому я забываю все, что хочу говорить. Короче, это очень крутая вещь. Попробуйте обязательно. В общем, UI-киты и вообще другие продукты, сейчас есть приличный очень на это спрос, есть приличный трафик с маркетпейсов, которые сейчас открылись, это, как я показывал, маркет от дизайн-мода, UI 8, есть креатив-маркет, который партнером сегодняшнего мероприятия является, так я понимаю, и порог входа, то есть чтобы начать это делать и продавать, это только ваше личное время. Вы можете потратить несколько часов в неделю, набросать какой-нибудь такой небольшой продукт, выложить его и посмотреть на результат, собственно. Вот. У меня все. я вижу много рук, начнем отсюда. Привет, спасибо большое за презентацию. У меня два вопроса. Первый. Откуда ты берешь фотографии для своих ваекетов? Они какие-то бесплатные или где-то ты на стоках скачиваешь? И где ты берешь, ну, во-первых, картинки, во-вторых, людей. Потому что, я так понимаю, с людьми там как-то сложнее все это. Людей в смысле фотографии, да? Ну, да. Ну, это хороший вопрос. Первый, вот UI kit Baikal, мы используем фотографии из бесплатных источников, то есть есть такие unsplash.com и так далее. То есть фотографии, которые с открытой лицензией, то есть совершенно бесплатные, ты их можешь использовать в коммерческих целях без проблем. Мы используем такие фотографии. Но эти фотографии чаще всего используют все. То есть они очень много где встречаются, есть такая уже какая-то прилипшая узнаваемость, да, и это немножко портит восприятие некоторое. Поэтому в последнем продукте вот здесь мы просто сейчас договоримся с фотографами. То есть мы договоримся с фотографами, получаем разрешение на это использование, где там даже платим деньги за это и добавляем в наши киты. Таким образом появляется какая-то уникальность. Спасибо. И второй вопрос. Используешь, ну, ты рисуешь только в одном размере мокап, ну, в смысле экраны или используешь там 2x, 3x? В одном размере, да. Ну, скетчей это проще там ресайзить. Ну да, в одном размере они идут. Спасибо. Привет, спасибо большое за презентацию. Скажите, пожалуйста, как вы видите свое дальнейшее развитие, то есть дальнейшее развитие? Увеличение количества выпускаемых продуктов или все же в каком-то другом направлении хотите развиваться. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы сейчас в основном делаем яюкиты, но у нас была пара опытов создания продуктов из другой сферы. Но тоже все эти продукты связаны с тем, что мы помогаем как-то ускорить процесс для дизайнеров и разработчиков. Например, у нас пару месяцев назад вышел продукт UI SoundKit. То есть мы работали в паре с саунд-дизайнером, который сделал набор из 200 плюс простых звуков, которые можно использовать в приложениях. То есть это такие простые клики, там на кнопки и так далее и тому подобное. Соответственно, можно думать в эту сторону, придумывать новые какие-то продукты, новые комбинации. И желательно, конечно, сейчас мы думаем развиваться в сторону сервисов. То есть делать какие-то более конечные готовые продукты. То есть это такой UI Kit, например, где ты можешь зарегистрироваться, зайти, тут же собрать, нажать кнопку, у тебя там, например, все это будет в коде HTML сразу и использовать на сайте. Либо, например, это будет сервис полноценный, где ты уже сразу можешь сайт создать. То есть будет движение в сторону автоматизации и какого-то более конечного продукта для более широкой аудитории. Сейчас это понятно, что только для разработчиков, для дизайнеров. То есть тот человек, который может из этого что-то сделать конечный продукт. Привет. Спасибо. Очень классная тема. У меня два вопроса. Первый. Любой UI Kit можно испоганить, если неправильно его применять. Вот, например, взять какой-нибудь layout, где там есть имена, какие-то подсказочки и так далее. Впихнуть туда там две-три строки текста, все разъедется и будет отвратительно. Вопрос такой. Пишите ли вы какие-то правила, ограничения, которые не позволяют этому всему делу разъехаться, чтобы применять ваш дизайн, ваш подход и вашу идею, которую туда заложили правильно. И второй вопрос, это если взять эти layout и, грубо говоря, сверстать их в каком-то там мобильном приложении, либо в вебе, неважно, то они будут выглядеть уныло, потому что они статичные, потому что здесь не видно, есть ли у них какие-то состояния. Вопрос заключается в следующем. Закладываете ли вы туда какие-то анимационные там приемы, о которых вот сегодня ребята буквально рассказывали, чтобы это было все секси-шмекси. Вот. Спасибо. Анимацию мы, то есть мы не закладываем ее конкретно в UI Kit. Вот здесь презентации мы просто используем для презентации. То есть какие-то вот, просто, к сожалению, она не работает сейчас. Вот, но вообще здесь вот анимация, то есть мы показываем в презентации варианты, как это может быть использовано. Вот если вы зайдете на… Ну вот здесь должно все крутиться, все работать. Вот сейчас видео почему-то не работает, то есть мы это показываем только в презентации. Вот вы можете использовать это вот так, можете не использовать, можете использовать по-другому. То есть у нас задача все-таки предоставить инструмент и дать полную свободу. Ты metabolic mesmo ты можешь делать что угодно, ты можешь это переработать, можешь это изменить. Это не готовый инструмент для того, чтобы появилась куча одинаковых приложений или куча одинаковых сайтов. То есть это не тот результат, который мы хотели. Это больше инструмент для такого более детального, красивого прототипа, чтобы показывать не какие-то голубые прототипы, как обычно, а что-то более детализированное, что понятное глазу. Можно там ребяту стартаперы, которые делают какое-то приложение набросать, сделать, прийти к инвестору и показать, и все это будет выглядеть более конечным продуктом. То есть вот для этого. А дальше уже, соответственно. А гайдлайны все-таки какие-то описываете? Гайдлайнов нет. То есть есть стили, которые в скетче есть и так далее. Именно каких-то гайдлайнов по доступам и так далее. Мы даем полную свободу здесь делать что угодно. Спасибо. Привет. Я как полноценный заказчик покупки вот этого UI-кита. У меня такой вопрос. Допустим, я работаю в издательском доме и у меня есть задача про то, что есть контент, который мы берем дальше и переупаковываем. То есть есть десктопный сайт, из него мы должны сделать мобильную версию, мобильное приложение под iOS Android. Насколько я поняла, у вас байкал-кит для десктопной версии отличается от другого UI-кита. Возможно ли такое, что у вас появится, что байкал-кит, допустим, для десктопа, для мобилок, для андроида, iOS. То есть прям полноценный комплект по всем платформам. Да. У нас очень много запросов приходит на эту тему. В частности, вот по байкалу это один из самых первых наших продуктов и очень много людей говорят, будет ли там готова какая-то сверстная версия, а может быть какие-то темы готовы для WordPress и так далее. Мы сейчас думаем над этим. Я думаю, что в ближайшем времени мы в эту сторону будем двигаться. Пока у нас это отдельные продукции. У нас их не два, у нас сейчас порядка десяти таких UI-китов. Пока это все, да, в таком уровне. И второй вопрос. А вот с точки зрения вашего бизнеса, насколько вы переключились уже на полностью только создание UI-китов или мы можем прийти к вам, спросить, а вот мы увидели у вас UI-кит, нам все понравилось, а теперь возьмите на его основе, сделайте нам пару-тройку сайтов. То есть вот доработку UI-кита до полноценного продукта. Вы дальше как студия ведете или вы полностью только вот UI-киты и точка, а дальше имеете дизайнера в своем штате, чтобы допилить? За доработку мы не беремся. Более того, мы последние полгода вообще не работаем заказчиками. То есть мы полностью перешли на эту тему. Делаем только продукты, хотя как преимущество создания таких продуктов, у нас появилось гораздо больше заказов и потоков. То есть нам сейчас пишут огромное количество писем с просьбами сделать дизайн и так далее. Мы сейчас всем отказываем. По поводу доработки Байкала, то есть превращения в какой-то конечный продукт. Ну опять же говорю, здесь немножко мы цели, здесь другие понимаем под этим продуктом. То есть это больше такая… Нам бы, наверное, не хотелось, чтобы было куча однотипных Байкалов, чтобы было однотипных сайтов и так далее. Поэтому это какая-то вещь для быстрого запуска, для тестирования, а дальше, соответственно, должны работать уже профессиональные дизайнеры, создавать уникальный продукт в зависимости от задач. Здравствуйте. Я бы хотела вас спросить по преступности. Как вы боретесь, во-первых, с преступностью с точки зрения того, что я куплю ваш кит и я вот такая добренькая и выложу куда-нибудь в открытый доступ. Это раз. А во-вторых, другой уровень преступности, что я возьму, тоже куплю ваш кит и изменю, допустим, форму кнопок, поменяю шрифты и попытаюсь его протолкнуть. Как вы это отслеживаете? Именно поэтому мы не продаем их в России. Это главная причина, почему мы вообще, собственно, в России никак нигде об этом не говорим, не рассказываем. Я вот первый раз, наверное. На самом деле мы с этим пока не сталкивались, то есть с каким-то пиратством. Пока таком… Хотя мы столкнулись с этим буквально три дня назад. Три дня назад выложили в какой-то паблик ВКонтакте парочку наших китов. Ну, мы оперативно написали и их удалили. Но я думаю, что это неизбежно. В принципе, как со всем цеправными продуктами, это вечная проблема. Привет. Ну, у вас в презентации были картинки, где вы демонстрируете свои UI-киты под разными углами. И, ну, например, вот эта картинка. Вы используете какие-то готовые темплейты и подставляете свои картинки или делаете свои фотографии? А если делаете свои фотографии, то как вы добиваетесь того эффекта, что… То есть у вас не видно пикселей. Когда я делаю фотографии с экрана, то у меня появляются какие-то нуары, пиксели. Может быть, у вас есть какие-то секреты, линзы? Секрета никого нет. Это просто макапы. То есть это, собственно, такие же цифровые продукты, как и наши UI-киты. То есть эти макапы очень много продается. Вы можете покупать для того, чтобы использовать их в презентации. Поэтому они так четко и прекрасно выглядят. Здравствуйте. Спасибо за презентацию. У меня вопрос, а где еще можно продавать UI-киты? Вы назвали два места Behance. Да, UI-8, маркет, дизайн-мода. Это самая… Ну вот открытая площадка – это креатив-маркет. Это вот, собственно, основное. То есть если говорить по какому-то обороту, то я бы сосредоточился в первую очередь на UI-8 и дизайн-мода. Креатив-маркет – это открытая площадка. То есть UI-8 и дизайн-мода, они принимают не все продукты. Принимают только с определенного планка качества. Они сейчас ищут новых хороших ребят, которые делают какие-то классные продукты, но их вот пока очень мало, немного. Вот может быть кто-то заинтересуется и начнет, собственно, это делать. Креатив-маркет – это открытая площадка. Туда может укладывать кто и что угодно, но отсюда, соответственно, идут минусы, потому что каждый ваш новый продукт, он просто добавляется там в тысячное место, по умолчанию встает и очень мало получает внимания. В отличие от площадок вышеназванных. В тех же площадках каждый ваш продукт будет получать персональную рассылку, большой трафик и так далее. То есть там продажи стартуют с первого же дня и вы сразу видите какой-то рост. Привет. Мне понравилось в принципе, как выглядят ваши киты, поэтому у меня немного такой общий вопрос. Вот человек занимается дизайном, и какой должен быть у него бэкграунд? То есть это может быть какое-то стандартное образование в графическом дизайне или это может быть разработчик, который вот немножко разобрался в гугле, посидел, что такое там дизайн интерфейсов и начал быть дизайнером. Какой у тебя бэкграунд и вообще как ты считаешь? Ну, если вы плохой дизайнер, соответственно, у вас будут плохие киты. Если вы хороший дизайнер, то у вас будут хорошие киты. У меня какого-то бэкграунда нет, то есть у меня нет образования, я полностью самоучка, смотрел на бехансы, дриблы. Я начинал достаточно давно, когда я начинал, еще не было ни беханса, ни дрибла. Были тогда такие форумы, это был dforum и designforum.ru, если кто-то помнит. Это вот были такие аналоги в то время. Соответственно, выкладываешь свою работу, получаешь какую-то критику, развиваешься, развиваешься. То есть это нормальный путь. Спасибо. У меня такой вопрос. Допустим, один UI-кит содержит 120 страниц примерно, да? iOS. Сколько дизайнеров трудится над одним UI-китом? Вот могу конкретно сказать. Последний продукт, ING, который сейчас открыт, мы сделали за два месяца. За два месяца рисовала его, по большей части, двое дизайнеров. То есть основное время, ну не основное время, то есть два месяца мы это все суммарно делали. Из них, наверное, недели две мы просто это потом собирали, потому что мы рисуем все в скетче, и нам потом приходится все это в фотошопе заново перерисовывать, потому что нет нормальной конвертации, и это занимает очень много времени. И второй вопрос. Что именно содержится в UI-ките? То есть PSD-шки, скетч-файла и еще что-то содержится, или это все? Все. Хорошо, спасибо. Хорошо структурированные PSD-шки и скетч-файл. Здравствуйте. Скажите, а вот я у вас видел, то есть вы там делаете UI-киты для финансов, для бизнеса, для коммерции. Вы как-то вот изучаете рынок? То есть сейчас UI-киты нужны там для фэшн-индустрии, или там сейчас UI-киты нужны для бизнес-индустрии, или там для финансов, для банков. То есть вы как-то анализировали сначала там для чего? Ну нет, сейчас конкретно мы сейчас как раз движемся больше в сторону аналитики. Мы сейчас работаем над нашим собственным сайтом и проводим различные обет-тестирования, и сейчас вот больше в эту сторону ушли. Вот то, что мы делали за эти полгода, все было просто по наитию. То есть было просто ощущение, что e-commerce это очень популярная штука, да, вот поэтому давай мы сделаем e-commerce. Плюс хотелось какую-то универсальность. То есть мы не могли делать все-таки какие-то супернишевые вещи, потому что мы очень ограничиваем аудиторию. Поэтому это просто такие глобальные большие категории. То есть вы тоже не собираете статистику по какой из тем UI-киты лучше продаются? Ну то есть вот там по коммерции? Ну сейчас мы уже получаем, да, но так как мы недавно начали, поэтому это вот только-только сейчас мы ее анализируем. У нас еще пока очень мало вышло. То есть вот эта инка, это первый наш мобильный UI-кит, он достаточно хорошо продается, но вообще есть общее мнение, например, что мобильные киты продаются хуже, чем веб. Спасибо большое. Смотрите, у нас время пока закончилось, сейчас кофе-брейк, поэтому вы можете вопросы позадавать дальше. Вот, Леша, спасибо большое. Спасибо всем. Елеша, если ты запомнил, две книжки, два лучших вопроса. Первый вопрос, меня спросили про фотографии, вот, потому что это то, что я не осветил. А второй? А второй? Я подумаю. Хорошо, тогда я тебе даю книжку, а ты потом решишь, кому ее отдать. Спасибо.